23 октября 1956 года на улицы Будапешта вышли 200 тысяч человек. Демонстранты требовали возвращения к власти умеренного политического деятеля Имры Надя, вывода советских войск из Венгрии и выхода из Варшавского договора. Поначалу руководство Венгерской коммунистической партии пошло на уступки. Уже 24 октября Имры Надь, коммунист, выступавший за отказ от сталинизма, стал главой правительства и обратился на следующий день к демонстрантам. Говорит Имры Надь, все, кто прекратит борьбу и сложит оружие, не будут преданы чрезвычайному суду. Для подавления беспорядков в Будапешт были введены советские войска, расквартированные в Венгрии. Мирный протест перерос в уличные столкновения. Чтобы понять причины восстания, надо вспомнить, что в 1945-м прошли первые свободные выборы в Венгрии. На них коммунисты получили чуть больше 15%. Но лидеру коммунистов, мать Шуракоши, удалось в течение трех лет привести страну под контроль венгерской партии трудящихся. И оправдывая звание лучшего ученика Сталина, он действовал достаточно жестко. Удовольство органами госбезопасности осенью 1956-го вылилось в самосуд над сотрудниками спецслужб. Уличные бои продолжались до 29 октября. Надю удалось уговорить демонстрантов сложить оружие. Советские войска были выведены из Будапешта. Имры Надь принялся за проведение демократических преобразований. А это, в свою очередь, вызвало недовольство Кремля. 31 октября Никита Хрущев потребовал сместить Надя и подавить восстание. 1 ноября новые власти Венгрии заявили, что она выходит из Варшавского договора и провозглашает нейтралитет. На следующий день было сформировано многопартийное правительство. А 4 ноября в Будапешт вошли советские танки, которые жестоко подавили восстание. Советский Союз ответил жестко, потому что было опасение, что если Венгрия выйдет из организации стран Варшавского договора, то вся советская система может распасться. Более 2,5 тысяч демонстрантов были убиты в ходе подавления протестов. Погибли также около 700 советских солдат, на запад бежали около 200 тысяч венгров.